Банковский стресс растет, правительство вмешалось в ситуацию с невиданным ранее решением обеспечить все депозиты во всех банках. А тем временем за кулисами банковский стресс растет самыми быстрыми темпами с 2008 года. Проблемы региональных банков далеки от завершения. Повысит ли ставки ФРС США или капитулирует перед лицом масштабного банковского сбоя? Об этом ты не узнаешь нигде, кроме как на моем канале, где мы каждый день разбираем все события из мира экономики и криптовалюты. Я заметил, что 30% зрителей не подписаны на мой канал. Подпишись прямо сейчас. Контент выходит два раза в день. Суверенный кредитный риск США достиг рекордно высокого уровня на фоне резкого роста межбанковского дефицита финансирования или же межбанковского стресса. Систематические опасения кредитного риска в банковском секторе быстро растут, поскольку спред ФРА ОАЭС достиг самого высокого уровня со времен краха Лемон Бразерс. Что такое спред ФРА ОАЭС и почему он является огромной угрозой для банковской системы сейчас? Этот спред является важным индикатором дефицита финансирования на рынке межбанковского кредитования. Ставка ФРА представляет собой рыночное ожидание будущей стоимости заимствования для банка, в то время как ставка ОАЭС представляет собой текущую стоимость заимствования для этого же банка. Разница между этими двумя ставками отражает предполагаемый кредитный риск банка-заемщика. И чем выше эта разница, тем выше и риск для банка-заемщика. Обычно разница минимальная, но когда риски растут, это говорит нам о том, что банки испытывают потенциальный кризис ликвидности. Ведь они фактически платят премию сегодня за то, чтобы получить деньги завтра. Это означает, что ликвидность иссякает, потому что банки, которые прежде с удовольствием кредитовали друг друга, сейчас говорят «нет, я не хочу одалживать тебе свои деньги, у тебя какие-то проблемы». Это и есть основа для следующего кризиса масштаба в Лемон Бразерс, и об этом Джо Байден не говорит. На этом графике мы видим, что спред растет гораздо быстрее, чем в 2008 году. Вот времена 2008 года, глобального финансового кризиса. Мы были выше этой синей линии, которой сейчас одной свечой вверх подпрыгнули. В нормальное время, когда у банков нет никаких системных рисков и проблем, этот спред всегда находится внизу. Однако в 2008 году он взорвался, в 2012 году он взорвался, когда мир стоял на грани рецессии, в 2020, во время коронавирусной пандемии, он взорвался. И сейчас он тоже взрывается. Это означает, что в банковском секторе до сих пор огромные риски, о которых правительство США молчит. Джо Байден, выступая с речью о банковском кризисе, просто ушел спустя три минуты, даже не слушая вопросы. А ведь эта проблема не решается просто гарантированием депозитов в банках. Мы видим, что за кулисами происходит что-то гораздо более серьезное. Напоминание, в последний раз ФРА ОАЭС рос так агрессивно в марте 2020. В ответ на это ФРС США запустила план спасения рынка репо на триллион долларов, купила корпоративные облигации и запустила многотриллионное количественное смягчение. Эти триллионы напечатанных денег спровоцировали взрыв фондового рынка и взлет биткоина тогда. Наивно полагать, что банки одалживают деньги вслепую, поэтому в банковской системе будет стресс, ведь банки начинают подозревать друг друга в неспособности погасить долги. Быть банком – это одалживать деньги в надежде получить их обратно с доходом. Если они подозревают, что другой банк не способен вернуть кредит, они его не дадут. А значит, падение банков еще не закончено, и обеспечение правительством депозитов не поможет, потому что дело не только в них. Как мы видим, люди до сих пор выводят депозиты из региональных банков, несмотря на то, что Джо Байден заверил, что банковская система в безопасности. Люди в это не верят. Банковские гиганты JP Morgan Chase и Citigroup пытаются справиться с крупнейшим движением депозитов за более чем десятилетия. Это немножко не то, что ты думаешь. Самые жирные банки в США гребут депозиты лопатой после коллапса трех банков. Это значит, что люди массово выводят депозиты из региональных банков и выводят их в крупнейшие банки на рынке. Такие как Citigroup и JP Morgan Chase. JP Morgan Chase – крупнейший банк в США, получил миллиарды долларов за последние дни. Банков Америка, Citigroup и Wells Fargo тоже видят объемы транзакций выше обычного. Представители банков никак не комментируют ситуацию. Топ-6 банков США прошли финансовый кризис более 10 лет назад и сейчас слишком большие, чтобы рухнуть. Так что люди выбирают их, потому что они безопаснее всего, говорит инсайдер. Кроме этого, топ-6 крупнейших американских банков точно всегда будут иметь гарантии от ФРС США. Поэтому сейчас мы видим начало тренда. Люди выводят деньги из региональных банков и переводят их в самые крупные банки США. JP Morgan, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo. Даже если они не выведут все свои деньги, а всего лишь часть, это все равно окажет большое давление на региональные банки, у которых в целом нереализованных убытков на 600 миллиардов долларов в облигациях. Чтобы покрыть вывод такого количества депозитов, региональным банкам придется их продавать в убыток. И на этом скриншоте мы видим поведение алгоритмических роботов на рынке вчера. Также здесь видны изменения их позиций. И машины в целом за последние недели все продавали. Это как раз подтверждает, что банкам приходится продавать в убыток, чтобы обработать выводы депозитов. Международное агентство Moody's понизило кредитные рейтинги First Republic и еще пяти американских банков. Это Western Alliance Bank Corp, Intrast Financial Corp, UMB Financial Corp, Xeons Bank Corp и Comerica Inc. У всех этих банков большие нереализованные убытки, незастрахованные депозиты и большое давление в виде выводов денег клиентами. Если эти банки столкнутся с более высоким, чем ожидалось, оттоком депозитов, им придется продавать активы с большими убытками. First Republic при этом заявляет, что улучшил свое финансовое положение за счет доступа к дополнительной ликвидности от ФРС США и JP Morgan Chase. Фактически банк живет на искусственном обеспечении. Да, он берет деньги у ФРС США под залог активов и выдает депозиты клиентам, но это все равно кредит. Его все равно нужно выплатить. И срок в рамках программы помощи банкам, которую объявила ФРС США, всего один год. Затем, вероятно, банкротство. Банки могут делать так и пытаться убедить клиентов снова им верить, как это делает Credit Suisse, увеличивая процентные ставки по депозитам. И надеяться, что через год все будет хорошо. Но вот в чем беда. Отток денег продолжается. Доверие подорвано. А если повторять опыт Credit Suisse и предлагать премиальную ставку на новые депозиты, чтобы привлечь новых клиентов, чтобы удержать старых, то бизнес станет убыточен. А тут еще и долги перед ФРС США в рамках программы помощи. Через год может последовать череда громких банковских банкротств. Март 2024 может стать хуже марта 2023. Ключевой кредитор Federal Home Loan Bank, похоже, разделяет эти опасения. Ключевой кредитор региональных банков FHLB продает облигации на сумасшедшую сумму 88,7 миллиарда долларов. Вместо 64 миллиардов долларов, как он планировал до банкротства сразу трех американских банков. Увеличение продаж облигаций и общей привлеченной суммы означает только то, что ключевой кредитор знает, что ситуация станет намного хуже в ближайшее время. Поддержка ключевого кредитора, которую частные банки могут использовать без получения денег от ФРС, банки считают самым крайним случаем. Все эти крайние случаи спасательные программы от ФРС США не будут эффективными, пока банки не остановят выводы средств. И на это может повлиять решение ФРС США 22 марта этого года. Повысят ли они ставку или нет. Отчет про инфляцию вчера предполагает, что все-таки они должны ее повысить. Но похоже, что ФРС США не видит, что проблема в банковской системе случилась из-за того, что они повышают ставки. Американский Core CPI, если не читать заголовки новостей, а копнуть глубже в отчеты, на самом деле превысил оценки, оказывая давление на ФРС США и ее решение 22 марта. Индикатор базовой инфляции вырос на 0,5% в феврале. Больше всего за последние 5 месяцев и на 0,1% больше ожиданий. Инфляция жилья, включая арендную плату и коммунальные платежи, составила более 70% от общего месячного прироста. График сравнения процентных ставок и Core CPI. Мы видим, что когда Core CPI больше не показывает пики и двигается во флете, ФРС снижает ставки. Также ФРС часто снижает ставки перед тем, как Core CPI достигнет своего пика, как, например, вот здесь, в 1990-х. Сейчас мы видим, что инфляция хоть и остается высокой, но все-таки снижается. Хватит ли такого результата для того, чтобы ФРС остановила рост процентной ставки? Или же ФРС США скажет, 25 миллиардов долларов от нас и 88 миллиардов долларов от Federal Home Loan Bank хватит, чтобы решить проблему, и мы продолжим свою политику количественного ужесточения дальше, пока инфляция не будет 2%. Ведь общий индекс потребительских цен вырос на 0,4% в феврале, более 70% из которых были связаны с жильем, и на 6% по сравнению с прошлым годом. А Джером Пауэлл не раз подчеркивал, что они доделают свою работу до конца, пока не опустят инфляцию до 2%. Что ж, скоро мы увидим, что произойдет быстрее. Они начнут уменьшать процентную ставку, когда инфляция достигнет 2% или когда банковская система рухнет. Но меня зовут Богатейший Ди, увидимся в новых видео совсем скоро. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok